О том, что в середине прошлого века в СССР проводились эксперименты с перемещением человеческого сознания во времени, стало известно сравнительно недавно. Ведь все, что касалось этой темы, было засекречено в архивах КГБ. Но какая-то часть информации все-таки просочилась, и в декабре 1990 года были проведены уникальные опыты под руководством Академика Казначаева. Эксперименты проводились при помощи системы вогнутых металлических зеркал, названных в честь великого русского астрофизика Николая Козырева. Идея использовать в качестве своеобразной машины времени вогнутые зеркала родилась у Козырева еще в 1936 году, накануне первого странного ареста. Вину ученому вменялась вера в теорию расширения Вселенной, а также то, что он считает Есенина и Гмилева стоящими поэтами, но главное – собирается угнать реку Волгу на запад. К счастью, в лагеря в тот раз он не попал, отрабатывал срок геофизиком в Норильске и на Нижней Тунгуске. Козырев утверждал, что в фокусе его приборов меняется плотность времени. Мало того, он предполагал, что внутри таких установок время может менять вектор и даже течь в обратную сторону. Знаменитый астрофизик вообще считал время особым видом энергии, а это значит, что, как и любую энергию, его можно накапливать, уплотнять, разряжать. То есть временем можно управлять. О зеркалах Козырева мы уже делали ролик, ссылка будет в описании. А в этом ролике решили разобраться с его фантастической теорией времени, о которой официальная наука предпочитает молчать, и накопали для вас кое-что интересное. Накануне развала Советского Союза новосибирские ученые под руководством академика Казначеева, использовав теоретические разработки Николая Козырева, собрали систему зеркал и провели серию экспериментов по передаче мысленных образов на расстояние. В них было задействовано беспрецедентное количество участников – до двух тысяч, в том числе иностранных. Уже первые опыты с зеркалами Козырева дали удивительные результаты. Сеанс связи вели между островом Диксон и Новосибирском. С Дикса нашла передача образов. Испытуемый, помещенный в такую же систему зеркал на материке, принимал примерно треть образов правильно. Еще треть образов приходила на материк с задержкой в 5-7 часов. Какая-то часть образов была потеряна. Но самым удивительным было другое – часть информации пришла к исследователям из будущего. А именно, участники эксперимента принимали и зарисовывали образы, которые им должны были передать лишь через несколько часов или даже через сутки. Причем операторам не было известно заранее, что именно они будут передавать. Конверт вскрывали непосредственно перед сеансом. Американские ученые Лутхов и Тарк специально рассогласовали по времени передачи мыслей и прием. Сигналы были приняты с 80% точностью. Внимание! За час до того, как были переданы. Во время эксперимента были зафиксированы и другие явления. Выход из собственного тела. Причем участники называли реальные факты, происходящие в соседних помещениях именно в это время. Описывали картины прошлого и недалекого будущего. В точности предсказывали события следующих пяти часов. Были зафиксированы, правда, на некоторое время явления телекинеза. А потом все эксперименты тихо свернули. Кто-то считает, что произошло это потому, что многие участники испытывали в установках панику и страх. Кого-то напугали странные атмосферные явления, сопровождающие опыт. А возможно, исследователям удалось заглянуть в какие-то запретные сферы и эксперименты снова засепрятели? Делитесь вашими соображениями на этот счет в комментариях. Посмотрите на эти изображения. Как вы думаете, что у них общего? Кроме спирали. Николай Александрович Кузырев на основании лабораторных экспериментов и астрономических наблюдений пришел к удивительному выводу. Все живые формы как бы вытягивают энергию из некого спиралевидного источника. И эта энергия есть не что иное, как поток времени. Вам тоже кажется, что это больше похоже на фантастику? Не удивляйтесь. Даже академик Ландау во время доклада Кузыревым его теории времени, развернувшись на табурете, корсил рожи аудитории, мол, знаменитый астрофизик тронулся умом. Между тем, сегодня наукой доказано, что именно спиралевидная структура позволяет организмам усиливать свои жизненные процессы за счет поглощения некого энергетического потока. Потока времени, считал Кузырев. Не зря же говорят, спираль времени, время движется по спирали. Забегая вперед, скажем, что большинство экспериментов и лабораторных опытов профессора Кузырева, подтверждающих его теорию, удалось повторить. Мало того, пока еще никому не удалось серьезно опровергнуть основные положения его теории, а на основании его открытий работает целый ряд приборов. Кстати, именно с позиции теории времени можно объяснить потрясающие эффекты, возникающие во время суфийского вращения или вращения дервишей, и множество других загадочных явлений. Об этом мы расскажем в конце ролика. Еще в 30-е годы прошлого века один из крупнейших ученых, академик Вернадский, писал. Наука 20-го столетия находится в такой стадии, когда наступил момент изучения времени так же, как изучается материя и энергия, заполняющие пространство. И Кузырев стал одним из первых ученых, исследующих это направление. Работая в Пулковской и Крымской обсерваториях, ученый совершил целый ряд всемирно признанных открытий. Разработал теорию протяженных атмосфер, теорию солнечных пятен, обнаружил азот на Венере и водород на Меркурии, вулканические явления на Луне в 1958 год, предсказал высокую температуру до 200 тысяч градусов в центре Юпитера и другое. В 1970 году он был награжден золотой медалью Международной академии астронавтики. И вот вдруг астрофизик с мировым именем ставит под удар свою успешную научную карьеру и обращается к области знания, которую и сегодня многие называют лженаукой. В середине 70-х годов профессор Кузырев изучает связь объектов через время посредством астрономических наблюдений и публикует это в программной статье «Астрономические наблюдения посредством физических свойств времени» за 1976 год. В этой работе Кузырев приходит к парадоксальному выводу. Информация распространяется мгновенно через физические свойства времени. А в 1971 году и вовсе заявил, не исключено, что некоторые явления психики человека являются возможностью связи через время, например, такие как телепатия или интуитивное знание. Надо ли говорить, что тут же было создано несколько комиссий, которые принялись перепроверять опыты Козырева. Многие из них были признаны недостаточно корректными или вовсе ошибочными. Казалось бы, но что в этом особенного? В науке так бывает часто. Ну, ошибался человек, процесс познания вообще протекает через множество ошибок. Но вот проходит время, и мы видим, что очень многие современные исследования в самых актуальных областях физики используют научное наследие Николая Александровича. Может, что-то не так с оценкой его опытов? Поймите, люди тебе помочь хотят. Вот только несколько самых громких открытий, которые удалось повторить другим исследователям. Географические и сезонные особенности энергии времени. Так обнаружилось, что эксперименты по изучению свойств времени лучше всего проводить поздней осенью и в первую половину зимы. А вот летом датчики почти полностью теряют свою чувствительность. Козырев это связывал с тем, что осенью и в начале зимы плотность, а значит и поглощение времени выше, чем весной и летом. И еще одно важное открытие сделал Козырев. Значимое влияние на результаты оказывает геофизическое место проведения экспериментов. Самые лучшие результаты были получены тогда, когда он выполнял измерения в высоких северных широтах, за полярным кругом. Это подтверждало теорию Козырева, что наибольшими потоками времени вращающиеся объекты обмениваются через участки, близкие к оси вращения. И наоборот, эти потоки ослабевают по мере движения к экватору. Лабораторные эксперименты обнаружили еще один немаловажный для практиков факт. Чувствительность приборов Козырева довольно сильно зависит от их ориентации относительно сторон света. Время и вращение. Козырев считал, любые вращающиеся тела от элементарных частиц до звезд и галактик не только активно поглощают потоки времени, но и являются своеобразными машинами, вырабатывающими энергию из этих потоков. Другими словами, вращающиеся тела не только потребители энергии времени, но и своеобразные ее генераторы, препятствующие нарастанию хаоса, энтропии и тепловой смерти Вселенной. В 1950-х годах ученый теоретически предсказал, а затем и обнаружил в ходе экспериментов удивительные эффекты. А именно, гироскопы, раскрученные против часовой стрелки, как и предвидел Козырев, существенно уменьшали свой вес. Когда же гироскоп вращался по часовой стрелке, вес оставался неизменным. А теперь обещанное пояснение эффекта кружения дервишей. Оно заключается во вращении человека вокруг собственной оси в течение длительного времени, обычно более получаса. Практикующие подобное вращение как бы входят в состояние потока, у них активизируется мышление, развивается проницательность, приходят гениальные мысли и идеи. Как показали исследования нейрофизиологов, у них начинают работать оба полушария мозга. Считается, что вращение против часовой стрелки, если смотреть сверху, вводит человека в состояние транса, способствует приему информации свыше, если же вращаться по часовой стрелке, какое движение наполняет тело дополнительной энергией. Козырев выдвинул и вовсе фантастическое предположение. Анализируя принцип причастности, можно прийти к заключению, что вращение тела является механическим способом вывода тела из обычного хода времени. Это он в такой завуалированной форме говорил о машине времени? Пусть даже это касается не тела, а только сознания. Если кто-то практиковал кружение, делитесь в комментариях вашим опытом. Время и сознание. При проведении лабораторных опытов Козыреву удалось зафиксировать еще один факт. Сильная эмоциональная энергия присутствующих и внезапные изменения человеческого сознания способны влиять на ход эксперимента. Ученый доказал, что и физические процессы во Вселенной могут непосредственно управляться и направляться сознанием, в том числе и сознанием человека. Сегодня некоторые исследователи тоже полагают, что переносчиком дистанционного воздействия в эффектах Козырева и переносчиком воздействия в парапсихологических феноменах является один и тот же физический агент, тот, который ученый называл временем. Если обобщить основные взгляды Козырева на время, то получится следующее. Время распространяется мгновенно. Время обладает течением и направленностью хода. Время обладает плотностью, интенсивностью. Она зависит от расстояния до его источника. Время обладает давлением и моментом вращения. Оно способно механически воздействовать на материю. Время способно поглощаться, накапливаться, запоминаться материи. Время способно высвобождаться, выделяться материи. Время способно отражаться от поверхности, экранироваться материи. Время способно изменять физические свойства вещества, влиять на его структуру. Время является переносчиком воздействия в парапсихологических феноменах. И обратите внимание, Козырев считал время субстанцией, питающей звезды, благодаря чему тепловая смерть Вселенной невозможна. В своих работах он писал время с большой буквы. Этой заглавной буквой Козырев как бы указывал, что речь идет не о привычном метрическом свойстве времени, а именно о субстанции, всепроникающем потоке, которая, собственно, и является тем самым главным, активным, организующим творческим началом Вселенной, которая создает и поддерживает равновесие мира. Вам тоже кажется, что под понятием «время» знаменитый астрофизик понимал нечто большее, чем то, что мы привыкли считать временем? Козырев был убежден в неиссякаемости созидательных сил, связывающих Вселенную в единое и живое целое. Как и великие русские космисты Вернадский, Чижевский, Целковский, которые тоже отрицали тепловую гибель Вселенной и настаивали на ее вечной молодости. Но именно это утверждается и в древних ведических источниках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!